Всем привет, это снова я. Голос и слабоинтеллектуальное содержание канала P2E Games Руслан Каримов. Сегодня я решил поднять глобальный и масштабный вопрос, почему мы с вами, пользователи платформы Vax, своими же руками уничтожаем новые проекты, на которых могли бы неплохо заработать. Не понимаете о чем я? Сейчас все объясню. Только ракеты и ничего более. Для наглядности мы сегодня возьмем проект с максимально безапелляционным названием Only Rockets. Он появился совсем недавно. На Atomic Hub стоит дата от 7 марта текущего года. И даже успел взлететь в какой-то момент, торгуясь в объеме почти 200 тысяч ваксов в сутки. Вот только полет прошел так себе. И главная причина в этом отнюдь не разработчики, а мы и простые пользователи. Для начала пройдемся вкратце по белой бумаге. Only Rockets это часть метавселенной, которая строится на совместной базе игр Warspace, Urban Space и Escape from Zia. Создатели надеются общими усилиями добиться устойчивого развития этого кооператива и выдать по итогу поистине грандиозный мир на фоне прочих концептов P2E. В основе текономики четыре токена. Металл для строительства новых ракет, кристаллы для создания сплавов, энергия для запуска и данные для разработки новых космических кораблей. Для каждого токена существует свой тип носителя. Скаут, эксплорер, харвестер и карго. Внешне они мало чем отличаются друг от друга и напоминают набор карандашей. Да, и именно карандашей ничего другого, и особенно это касается эксплорера. Знаете, что попрошу? Взять и вот так вот поднять свитер. Вот примерно так крайняя плоть закрывает головку полового члена. Казалось бы, ничего сложного, и вроде бы это хорошо. Ведь для большинства пользователей P2E проектов, в идеальной игре должна быть только одна большая кнопка – бабло. Однако отличие он для ракетс именно в том, что тут придется изрядно напрячь голову, или то, чем вы предпочитаете думать. Ракеты делятся не только по рарности, которую можно улучшать блендом, но и по уровням. Если у вас есть диплом гарвардской школы бизнеса, или хотя бы 20-25 лет опыта работы в бухгалтерии, то вы легко во всем разберетесь. Носители потребляют ресурсы при каждом пуске, и для первого требуется приобрести не только NFT-карточки, но и токены. Чем выше рарность ракет, тем больше они приносят дохода, а эпики так и вовсе приносят чистый доход. Игрок может выстраивать свою собственную модель заработка, делая ставку на добычу одного вида токена, или составляя сбалансированную сборку, как у меня. В данном случае две ракеты не приносят вообще ничего, но зато еще две дают практически чистый профит. И даже это было бы невозможным без еще одного ключевого элемента от экономики – модификаторов. У тебя что, голова взорвалась? Вы можете купить столько эпиков, чтобы их было как у дурака-фантиков. А можете поступить умно. Взять даже рарные ракеты и, грамотно используя систему модификаторов, зарабатывать намного больше. К примеру, у вас карга комонка третьего левла, которая приносит в сутки 1536 единиц металла. Если обвешать ее модификаторами, как новогоднюю елочку, ракета начнет давать 5760 токенов, почти в 4 раза больше. И это круче, чем профит эпик ракеты того же левла. А захотите поменять левел, можете просто свинтить модификаторы со старого носителя и пришпандорить к новому, без каких бы то ни было проблем. В общем, онлирокетс – это игра не для тех, кто любит волшебников, пони с радугой и в заднице и прочей радости гуманитарного склада ума. Этот проект создан для фанатов математических расчетов и взвешенного анализа. Если разберетесь во всем этом, то поздравляю, ибо... Одним словом, онлирокетс создан для любителей магии цифр. Случайные люди и халявщики тут бы не прижились. Увы, именно они первыми и запрыгнули в проект. Сейчас давайте в хронологическом порядке. Разработчики довольно долго и относительно грамотно провели первый этап раскрутки, набили аудиторию в Дискорде и прочих мессенджерах. Провели первый дроп. Вовремя запустили игру. И тут... Аудитория разделилась на две части. Первые молча и иступленно выводили весь профит и сливали его по КД, вымывая стоимость проекта. Вторые делали то же самое, но еще и громко орали во всех чатах, что проект Фуфло, разработчики геи, а скам неизбежен. Беги, сука, беги! Охреневшие от происходящего создатели онлирокетс вполне добросовестно подпирали укатывающийся в пол токен своими собственными средствами, удерживая стоимость в оптимальном ценовом коридоре. Однако выставленные на алкоре стенки пользователи съедали за сутки и приходилось снова вкладывать деньги. Разработчики продолжали платить и умоляли игроков хоть немного поддержать их. Но прожорливые как саранча и не менее трескучие хейтеры методично грабили онлирокетс, по-прежнему обвиняя авторов в садомии и прочих грехах. В итоге разработчикам не оставалось ничего, кроме как отпустить токены в свободное плавание. Тут уже все по классике. Паник сейл, виск, матерщина, смерть. Гибель вполне себе работоспособного концепта. Итак, давайте попробуем понять, что же произошло. Во-первых, в проект залетели флиперы, которые рассчитывали поднять кэш на токенах, пока они еще стоят достаточно хорошо, а потом слиться. Собственно, они это и сделали. Часть аудитории просто не смогла разобраться в сложной механике проекта и кричала о том, что проект, как бы, это помягче сказать, не соответствует высоким стандартам ВАКСа. Негативный хай во всех чатах и мессенджерах отпугнул ту аудиторию, которая могла бы зайти позже. Было время, когда разработчики держали стоимость токена своими средствами, и вместо благодарности получили кучу вони в дискорде, которая спугнула тех, кто мог бы реально играть и помог бы развиваться проекту. У нас уже есть куча примеров, вроде Galaxy Miners. Там нехорошие люди слились при первых же признаках опасности. Создатели OnlyRockets продолжают бороться. Они общаются со своей аудиторией, периодически вытирая плевки с лица. Недавно организовали гонку по добыче определенного ресурса с призовым фондом в ВАКСах. Причем есть еще и приз для всех игроков, которые в период ивента, запуская ракеты Харвестер, получат шанс выиграть тысячу ВАКСов. Планируется новая механика опасного майна. Вроде как собираются внедрить целый ряд изменений для увеличения стоимости ресурсов. Одним словом, у проекта есть шансы стать тем, чем он изначально задумывался. И да, сейчас основная масса случайных людей уже сбежала, остались в основном те, кому проект интересен. А это главная ценность любой P2E игры. И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе. Бригада. К чему весь этот предыдущий разгон? На Atomic Hub и нефти есть проекты, которые делались с одной исключительно целью. Изъять все ваши лишние деньги. Однако есть и те, что делались тщательно, с любовью и вниманием к деталям. Only Rockets из таких. Если бы сами инвесторы не пилили сук, на котором сидят, воплями о его ничтожности, старт игры получился бы совсем другим. Впрочем, я продолжаю верить в Only Rockets даже хотя бы из принципа. ВАКС живет благодаря таким проектам. И пусть те, кто пришел на ВАКС только за деньгами, сейчас обольют меня, по-моему, в комментариях. Я буду стоять на своем. Если люди старались, вкладывали душу и кучу сил в проект, его нельзя убивать просто так. Пусть это будет моим вложением в хорошие игры на ВАКСе и моим личным мнением, но я пока остаюсь в проекте. Всем удачи, до новых встреч в блокчейне.